Судьбу Ахмеда Явлоева решит шакра. 45-летний ингушский криминальный авторитет Ахмед Явлоев, он же Сутулый, вновь оказался в центре внимания уголовной общественности. Не утихающие с начала нулевых спора о его воровском статусе вышли на новый виток после того, как Сутулова в начале августа вернули на тюремные нары. По нашим данным, уроженец ингушетий Ахмед Явлоев был коронован в Москве в 1996 году. Его крестным отцом называют Мираба Бахию, ближайшего друга из подвижника лидера сухумского воровского клана Мираба Джангвеладзе. Получив признание как вор, Ахмед волею судеб оказался в Казахстане, где был привлечен к уголовной ответственности. С этим периодом жизни Сутулова связаны его главные злоключения, последствия которых он испытывает на себе по сей день. В зоне, где сидел Сутулый, как и в большинстве исправительных учреждений Казахстана, царил произвол администрации ее пособников. В отношении представителей отрицательно направленной группировки осужденных со стороны лиц, вставших на путь исправления, могли применяться методой сексуального насилия. Сутулый, при этом, как утверждают злые языки, на положение в лагере никакого влияния не оказывал, вором не назывался и даже надевал повязку. В сухом остатке казахстанская ходка, темная страница в биографии Ахмеда отнюдь не предмет для гордости. После освобождения в 2002 году Ивлоев приехал в Москву. На тот момент, после гибели Башира Слепова, он остался единственным титулованным ингушом, что в немалой степени играло на его авторитет. Дошедшие до россиян слухи о его, мягко говоря, недостойном для вора поведении в течение нескольких лет поутихли. В конце концов, свое веское слово в поддержку Ахмеда замолвил вернувшись из Испании Терриел Аняни. Впрочем, его мнение имело силу недолго. После начала конфликта с дедом Хасаном, Аняни и его сторонники, включая Сутулова, замеченного среди участников сходки на Пироговском водохранилище, оказались вне закона. В матросской тишине, куда Ивлоев попал в сентябре 2008 года, у него сразу возникли проблемы с признанием. Очевидцы помнят, как погрустнел Ахмед, увидев в оперчасти пришедший по его душу прогон, подписанный 25 дедовскими ворами, включая Япончика, Пичугу, Вагона, Воскреса и других, в котором ясно давалось понять, что Сутулый – не вор. Всего за время той отсидки по Ахмеду было три аналогичных бумаги, в том числе по Нижегородской управе, где он отбывал свой двухгодичный срок. Следует отметить, что у грузинских сателлитов Ахмеда, которые к тому времени в большинстве были выдавлены за границу, решения российских воров успехом не пользовались. В 2012 году в Дубае клан Аняни Джанг Виладзи даже привлекал Сутулова для коронации 15 новобранцев, что подчеркивало его действующий паспорт. В таком полуподвешенном состоянии Ахмед пребывал до февраля прошлого года, пока вновь не угодил в Москве за решетку. Точку в его вопросе должен был поставить Сергей Асатриан, который в 2008 году был в числе дедовских неспровергателей Ахмеда. Однако, вопреки ожиданиям Бутырской администрации и московских коллег Асатрина-младшего, суд улыбливым решением Сергея был восстановлен в правах. Окрыленный такой удачей, Ахмед менее, чем через год, вышел на свободу по истечению сроков содержания под стражей и в несвойственной ворам манере обратился через телекомпанию НТВ к городу и миру с громким обличающим блюстителей порядка заявлением о подброшенных наркотиках и своей невиновности. Реакция полицейских не заставила долго ждать. Ахмед был снова задержан все с теми же наркотиками, все в том же крупном размере, только теперь, вместо Спайси, был героин. Впрочем, ответ полицейских на скандальный телеэфир оказалось не самым худшим, что пришлось пожинать Ахмеду. Положенец Каширского Сиза, куда поместили Сутулова, Рассул Абазинец отказался пропустить его прогон, тем самым, не признав его, как вора. Все дальнейшие попытки Ахмеда повлиять на ситуацию равно, как и звонки Жени Веселого в его поддержку, успехом не увенчались. Воры в законе Егор Уфимский, Гия Свердловский, Геворик Нефтекамский и Тенго Питерский в письменной форме подтвердили, что Рассул пользуется их доверием и все решения, исходящие от него, согласованы с ними. Говорят, что в своих формулировках воры в отношении Ахмеда еще проявили толерантность, что, дескать, по нему должна быть совершенно другая бумага, которую пока придерживают, чтобы не будоражить спецконтингент. Основные претензии к Ахмеду, это казахстанский козлятник и конфликт с Гевориком, имевший место в 2013 году. На связь с Рассулом выходили старшие Асатрян и Каха Парпалия, которые в силу разных причин хотели бы поспособствовать Ахмеду, но пока в этом не преуспели. На днях о проблемах Сутулова на пресне откричали Шакра. В ближайшее время он должен сообщить о своем решении через адвоката. Поваровский, вопрос Ахмеда нерешаемый. По слухам, Мирабы, Джангвиладзи и Бахия предварительно подготовили для этого почву. Что касается Ахмеда, говорят, он возмущен, что его судьба целиком зависит от Шакра, как будто других воров нет.